Здарова, народ! Вы на канале Кроноса, и сегодня мы поговорим про то, как менялись города в Героях Меча и Магии. Колдуньи, Оплот, Лесной Союз. Фракция магических лесных существ, в которой всегда были эльфы. Это одна из четырех классических фракций, и была она в каждой части, пропуская шестую. Город эльфов — наибольшая загадка из всех, так как его стиль игры меняется в каждой игре, и сложно выделить хоть что-то, что было в каждой части. Поэтому послушайте мое мнение, и после того, как я озвучу свои мысли, отпишитесь по поводу эльфов в комментах. По факту даже мои зрители не смогли достигнуть определенных соглашений, потому что в опросе на сообществе все отвечали что-то свое. В первой части героем была Колдунья. По своим статам это антипод чернокнижников с повышенным знанием против их колдовской силы. То есть кастовали они слабее, но больше. Их уникальная способность для меня все еще непонятна. Колдуньи плавали лучше других героев. И с чем это связано — величайшая загадка для автора. Скорее всего, где-то там глубоко в лоре Might and Magic эта информация запрятана, и на самом деле все они — потомки каких-то морских чудовищ. И да, это именно Колдуньи. В этом городе нет ни одного мужчины-героя. А у чернокнижников — строго наоборот. Сплошные... Армия Колдуньи первой части была неплохо сбалансирована. Два летуна, два стрелка, два рукопашника. Но и была довольно дорогой. По силе и цене их обгоняют только чернокнижники. Стреляют тут эльфы-лучники и друиды неизвестной расы. Друиды стреляют сильно, но для их постройки нужна ртуть. А эльфы стреляют послабее, но делают это два раза. И это важно. Отлично для защиты эльфа подходят гномы-слэш-дворфы. Да, они живут в лесу бок о бок с ушастыми лучниками. Гномы отлично держат удар. И имеют шанс один к четырем проигнорировать любое вражеское заклинание. Но двигаются очень медленно. Единороги перемещаются со средней скоростью, а бьют сильно. А своей атакой волшебные кони могут врага ослепить. Бойцами первого уровня являются феечки. Для своего уровня феечки дороговаты. ХП у них очень мало, а меньше только у крестьян. Но они умеют летать и не получают контратаки. Что несколько облегчает их выживаемость. Вообще в доделанных частях только феи были юнитом первого уровня с полетом. В четверке еще были бесы. А сильнее феникса только дракон. Птица летает, пробивает две клетки своей атакой, имеет хорошие характеристики. И главный минус кургриль это их уморительный внешний вид. Ну и пожалуй цена. Во второй части город стал понемногу приобретать некоторые свои фичи. Колдунья единственный герой игры, который стартует с тремя единицами навыков. Базовой мудростью и продвинутой навигацией. Если бы навигация еще не была абсолютно бесполезна на некоторых картах, это можно было бы считать плюсом. Она очень хорошо растит знания, магическую силу похуже, а вот атаку с защитой вообще очень плохо. Нередко ей дают навыки стрельбы и удачи. А удача это фирменная черта эльфов, ну одна из многих. А в городе можно возвести уникальное здание радугу, которое увеличит удачу обороняющихся еще на две единицы. Армия не изменилась, только добавились несколько улучшений. Гномов, эльфов и друидов. Феи и единороги вообще никак не изменились, но и проапгрейдженные бойцы новых способностей не получают. Апгрейды улучшают только их характеристики. С другой стороны, за счет всего этого город стал одним из самых быстрых в игре. Оба вида стрелков ходят быстро. А самые медленные бойцы города это боевые гномы и феи, которые не так уже сильно замедляют героя на глобальной карте. А фениксы получили два серьезных бафа, плюс теперь выглядят очень красиво. Во-первых, птицы стали иммунны к стихийным заклинаниям. Во-вторых, феникс это самый быстрый боец игры наравне с человеческими чемпионами. А это значит, что колдунья с фениксами практически всегда походит первой. В целом, город довольно неплохо сбалансирован, и у него стали прорезаться первые ростки индивидуальности. Эльфы третьей части живут в стране овли, в городах, которые называют оплотами, либо бастионами. Зависит от перевода. Приготовьтесь, впереди вас ждет нестандартное мнение. Я считаю, что эльфы третьей части одни из самых неканоничных в серии. Город резко изменил свое направление, и все его фишки будут изменены в последующих частях. Женщины больше не являются героями города, теперь ими могут быть мужики любой расы. Колдуний заменили на друидов, а также добавились боевые герои-рейнджеры. Друиды похожи на колдуний, как маги они довольно плохи, но защита у них растет неплохо. Профильная магия города – земля и вода, а вот огненная магия – редкий гость у оплота. Рейнджеры вообще огненную магию изучить не могут. Сами рейнджеры склонны к обороне. Высокий навык защиты, им часто выпадает навык доспехов и сопротивления магии. А плот вообще не любит магию, если так на него посмотреть. У них есть целая куча бойцов, которые умеют ей так или иначе противостоять. В первую очередь это гномы. Дубовые, как и всегда, но теперь магии сопротивляются еще лучше. После улучшения у них 40% шанс проигнорить любой вражеский спелл. Но гномы теперь не единственные, кто сидит в городе, пока герой скачет по карте, собирая добро. Дендроиды еще лучше себя чувствуют в защите. Эти дубы просто эталон защитного юнита. ХП куча, защиты куча, и есть суперспособность – прибивание к земле. Бойца, которого атаковал дендроид, оплетают корни, и он после этого двигаться уже не может. Остается только долбиться в дендроида, чему дубы были несказанно рады. Но при этом улучшенные дендроиды-солдаты – это самые медленные воины в игре после улучшения, на ровне с зомби. И годятся они только для защиты города или эльфов. Да, возвращаясь к неканону, эльфы третьей части не стреляют дважды. До улучшения, по крайней мере. Я понимаю, что для людей, которые играют исключительно в тройку, такая придирка покажется, ну, бредовой. Только вот раньше они и без апгрейда всегда стреляли дважды. В четверке и пятерке они будут стрелять дважды. Это ведь эльфы, это не обычные человеческие лучники. Ну, вообще, это хорошие стрелки, особенно высокие эльфы. Но почему-то единственные в городе. И из-за этого бастион – это не город эльфов. Это город коней. Не верите? Ну, вот, например, костяк армии. Кентавры первого уровня – сильнейшие бойцы своего ранга. Возможно, алибарчики по статам чуть-чуть лучше, но кентавры намного быстрее. И генороги шестого уровня тоже хороши. Бегают быстро, что ожидаемо от лошади. Атакой могут ослепить. Обладают хорошим запасом хп. И сдают вокруг себя ауру в 20% магического резиста. Бьют только не слишком сильно. И из-за всей лошадиной братвы только пегасы – белые вороны. Эти коняги – одни из быстрейших юнитов игры, но их запас здоровья просто смехотворен. Напав на какого-нибудь стрелка без штрафов в рукопашной, пегасы имеют неиллюзорный шанс откинуть копыта просто от ответного удара. И они тоже ненавидят вражеских магов. Одно лишь присутствие пегасов любого вида делает вражеские заклинания дороже на две единицы маны до конца боя, даже после смерти коней. Не лошади, а паразиты какие-то. А вместо феникса в лошади используют драконов. Лично я не фанат авлийских ящериц. Они тут в зеленой золотой раскраске. Первые иммунны к заклинаниям с первого по третий уровень, вторые иммунны ко всем, кроме пятого. В целом-то они хороши, статы у них в порядке, летают быстро, бьют хорошо, своим дыханием пробивают две клетки, но чувствуется, как какая-то подделка китайская. Еще и город в восточных тонах. Иммунитет ко всем заклинаниям, кроме пятого уровня, это вообще скорее странная способность, чем полезная. Да, их нельзя пробить практически всеми ударными заклинаниями. Нельзя повесить дебафы, но их и бафнуть нельзя. Да, они иммуны к Армагеддону, но только вот в бастионе Армагеддон вам не предложат. По сути, на золотых драконов можно повесить два заклинания, это магическое зеркало и взрыв или удушение, зависит от перевода. Я рискну предположить, что вешать зеркало, которое возвращает заклинания на обидчика, на и так почти иммунных магии драконов, вы скорее всего не будете. Выглядит все так, как будто разработчики просто, блин, не любили золотых драконов. И вот по итогам тройки у Аплота есть несколько вполне конкретных направлений. Это удачливый город. Оба вида героев без проблем могут изучить навык удачи. В самом городе можно построить фонтан удачи, который аналогичен радуге из прошлой части. Их грааль бустит удачу сразу всем армиям. Не беспокойтесь, про грааль мы еще поговорим, но в отдельном ролике. Второе направление бастиона экономическое. Фонтан удачи. Строится с помощью волшебного источника и работает примерно как мельница. Каждую неделю он приносит небольшое количество редких ресурсов. А гномы в городе строят у себя сокровищницу, которая дает в начале недели 10% дополнительного золота от запаса игрока. А плоты делают деньги. Армия бастиона очень защитная. Четыре бойца в городе так или иначе усложняют врагу колдовство. При этом город очень жирный. Если вы сложите хп от недельного прироста всей армии, город коней выйдет победителями по количеству всего здоровья. С другой стороны, есть некоторая противоречивость в армии. Кони всех видов, драконы и эльфы – желанные гости в любой армии, потому что героя не замедляют. А логистика, кстати, и друидам, и рейнджерам выпадает тоже довольно часто. Только вот гномы и дендроиды регулярно видятся исключительно друг с другом. По дороге на дежурство на городских стенах. И в городе больше не прослеживается никакой морской темы. В нем даже верфи нету. А навигация выпадает героям, ну, достаточно редко. И подобных эльфов мы больше не увидим. В четвертой части город переименовал себя в заповедник и стал фракцией природы. Название очень точное. Герои фракции – это друиды и стрелки. Рейнджеры теперь мультикласс. Имя может стать кто угодно, даже если они не из заповедника. Магия природы – это в первую очередь заклинание призыва. Любого бойца природы любого уровня можно призвать друидам в бою, лишь бы было подходящее заклинание. Остальные заклинания этой школы – это довольно хорошие бафы. Вне боя призыв тоже работает как отдельный навык. Каждый ход в армию героя с навыком призыва прибывают под крепление. Герои-стрелки очень боевые. Фактически это варвары, которые стартуют со стрельбой, а не ближним боем. То есть с полностью прокачанным ратным делом они превращаются в машины смерти. Здание, которое бустит удачу, в городе все еще можно построить. И это снова радуга, как во второй части, только вот работает немного по-другому. Примерно как и объекты на карте. То есть бонус распространяется на один бой. Вторая уникальная постройка – это священная роща. Только вот почему-то священная роща – это фонтан. Он перманентно бафает запас маны-героя на три единички. Но существует еще одно здание, которое я буду подробно описывать в другом видео. Клятый портал. Вот эта постройка расширяет набор войск природы с 8 до 16. Прирост у этих 8 бонусных бойцов один на всех. Но в любом случае у природы намного больший выбор бойцов города, чем у любого другого. Вот понимаете, андеды и демоны не смогли наскрепти себе бойцов на то, чтобы стать отдельной фракцией. А эльфы получили себе двойной выбор со всеми нейтралами. Технически нейтралов нету в четвертой части. Это просто бездомные войска, у которых есть принадлежность к фракции. Но в городе их не купить, только на глобальной карте. Ну только если вы не природа. Так, ладно, с негодованием закончили, перейдем к армии. А армия природы теперь состоит исключительно из зверей и различных духов природы. Гуманоидов тут почти нет. Откинув в сторону портал, из человекоподобных у нас есть только эльфы. Ну и это логично. В какой же город их еще можно засунуть? Стреляют эльфы, как и положено, дважды. Делают это весьма неплохо. Плюс теперь щеголяют сиськами, что вообще-то им минус. Только вот эльфов построить не так уж и просто. Для их постройки нужно еще одно здание, из-за чего в общей сумме вы выложите просто тонну леса для их постройки. Куда проще и быстрее построить белых тигров. Они ничем особым не выделяются, кроме первого удара. Такой, знаете, типичный средней силы юнит. Из зверя в городе еще есть волки первого уровня, с двойным ударом. Единороги третьего уровня, с блевотной анимацией бега и ослепляющей атакой. Я думаю, я бы ослеп, если бы просто увидел, как они приближаются. Классические летучие грифоны с бесконечной контратакой, тоже на третьем уровне. А вместо золотых драконов в городе теперь живут драконы волшебные. У них есть книга заклинаний с тремя убойными спылами и очень бесячим выключением врага на один ход. Плюс на ящериках перманентно висит волшебное зеркало, которое возвращает неприятные заклинания обидчику. Духи природы у нас классически представлены феечками первого уровня, которые соблюдают свои традиции. Полет, плохое хп, безответная атака и фениксы максимального четвертого уровня. Огни птицы иммунны к огню, огнем дышат и умеют перерождаться. Я понимаю, что за бортом осталась целая половина армии, но мы к ним вернемся в другом видосе. Я хочу отдельно упомянуть только Ульи. Потому что Ульи это вершина эволюции, это лучшие бойцы в игре, самые красивые. Да нет, почему в игре? Вообще во всей серии Героев Меча и Магии. Хвала Ульям! А вообще фракция несколько странная. В городе теперь куча летунов, а если эльфов не строить, то вообще нету стрелков. Друид вроде как хочет затянуть бой, чтобы утопить врага в лавине вызванных существ, но родные бойцы города слабо подходят для защитной игры. Может быть, пятая часть разовьет эти идеи? Лесной союз пятой части — это теперь город эльфов и их союзников. В боях ведет герой-воин рейнджер, и это самый магический из всех бойцов. Реально трудно ему выучить только боевые машины, магию тьмы и призыва. А вот удачу и логистику он может получить практически с каждым уровнем. При этом армия, прокачанного особым образом рейнджера, будет наносить исключительно удачные удары, если вы выучите истинную удачу. Плюс удачные атаки эльфов можно сделать сильнее, чем у других, за счет навыка эльфийская удача. Рейнджер быстро наращивает защиту и знания, что подталкивает к игре от обороны за лесной союз. Но есть один интересный момент. Рейнджер без труда может выучить магию хаоса, и за счет всего лишь одного бойца в армии, защитный воин может превратиться в разрушительного мага. Уникальная способность рейнджера взята из способностей этого же класса из ДНД. Рейнджер умеет выбирать себе заклятых врагов. В героя для этого нужно перебить двухнедельный прирост одного типа юнитов. К примеру, убив сотню скелетов, заклятыми врагами можно будет сделать обычных скелетов, скелетов воинов и скелетов лучников. Всех сразу. И построить гильдию мстителей, в которой и можно будет выбрать тех самых заклятых врагов. До трех штук. Зависит от прокаченности расового навыка героя. Армия под контролем рейнджера таким врагам имеет шанс нанести двойной урон. И это складывается с удачными атаками. Еще в городе вы можете построить волшебный фонтан. Он все так же приносит ресурсы, его все так же можно улучшить, чтобы он повышал удачу защитников. А вот сокровищницу себе забрали волшебники. А гномы так и вообще себе отдельный город отгрохали. Армия эльфов пятой части не полный перенос из стройки. Эльфы пятерки похожи на гибрид второй и третьей части, и они взяли лучшее из двух миров. Например, стрелки. Эльфийские лучники стреляют дважды даже без улучшения, только вот очень уже не хрупкие. Мастера лука намного прочнее. При этом хатака может оттянуть вражеский ход. А альтернативно можно эльфов сделать лесными стрелками. Эти стреляют прямой стрелой, игнорируют часть защиты и могут отбросить врага на одну клетку. Убер стрелки стреляют всего лишь один раз. Вообще, лесные стрелки вышли уж больно хорошими. И мастера лука становятся реально хоть как-то конкурентны им, только когда у героя есть лук из друга единорога, который снимает штрафы за стрельбу. Второй стрелок города снова друид. Стреляют они неплохо, особенно после апгрейдов, но ценны своими способностями. Обычные друли не очень интересные. Могут костануть пару молний или камни-кош, но это тот боец, которого абсолютно необходимо улучшить. Друиды верховные могут костануть еще и каменные шипы, которые бьют по площади. Но самое интересное то, что они могут передавать свою ману герою. В случае магического голодания могут быстро помочь восстановиться за пару боев, особенно если друидов эксплуатировать и разбить на несколько стаков. Но старшие друиды еще интереснее, потому что они чистейшие бойцы поддержки, у них даже нету молнии, они могут только стрелять и кастовать каменную кожу. Но вместо передачи маны у них есть способность канал. После ее включения у героя растет сила магии, пока она не сравнится с его знанием. Прирост только зависит от количества существ, поэтому с помощью одного друида из рейнджера вы чернокнижника не сделаете. После канала на руки вы получаете героя с кучей защиты, кучей маны и хорошей силой заклинаний. Прикол в том, что именно рейнджер может наносить абсолютно абсурдный урон от заклинаний. Потому что именно у него есть две способности, которые позволят ему обогнать по урону даже чернокнижника. Рейнджер умеет зачаровывать свои стрелы, чтобы его автоатаки кастовали одно нужное заклинание. А вторая способность позволяет автоатаковать сразу всех заклятых врагов. А еще друиды интересны тем, что это единственный юнит, который после апгрейда уменьшает количество своего здоровья. Третий вид эльфов в армии пришел на замену гномам. Танцоры с клинками, абсолютно точно не вдохновленные азраями, довольно посредственная пехота. Без улучшения это невероятно уникальный юнит, потому что его особенность это отсутствие особенностей. Улучшенные до танцоров со смертью получают круговую атаку, но бойцами все еще остаются довольно слабенькими. С другой стороны есть танцующие с ветром. Эти бьют в одну цель, но все характеристики у них завышены, а их защита растет до начала следующего хода за каждую пройденную клетку, что позволяет заканчивать ход с двадцаткой защиты. Это на уровне бойцов шестого уровня. Единороги тоже хорошо защищены, но от магии. Обычные боевые единороги вокруг себя распространяют ауру на 30% резиста к заклинаниям. Сами же коняшки шустрые и довольно убойные. Боевой единорог своей атакой может ослепить врага, также ослепить может и светлый единорог, но у светлого нету защитной ауры. Зато светлые единороги на себя дублируют все полезные заклинания магии света. Ваш дроид кинул камни кожи на энтов, единорог тоже ее получит. Варажский рыцарь сдал массовое ускорение, оно продублируется и на поняху. Светлые единороги особенно полезны в армии рейнджера, который решил все-таки не отдаваться темной стороне силы и решил сам изучать светлую магию. Да, и у эльфов теперь энты вместо дендроидов. Изменения незначительны. Это все еще невероятно дубовые юниты, оплетающие врагов. Но теперь еще более защитные. ХП и защита энтов просто зашкаливают, но урона атака занижены. Их прирост выше других бойцов шестого уровня, но ходят они очень редко. С учетом того, что занимают они 4 клетки, лучшего защитного бойца в игре, наверное, и не найти. Но разве что если их улучшить, до древних энтов. Эти еще толще, а при приказе оборона, ну пробел, кнопка Д, они врастают в землю и получают бесконечные контратаки. Выковырять пеньков, ну очень непросто. С другой стороны, есть энты дикие. Их атакующие навыки немного лучше, а по приказу они могут впасть в буйство до конца боя. Это им нарастит атаку за счет защиты и очень сильно увеличит инициативу. Но после этого действия оплетать врагов они больше не смогут. А вот на первом уровне снова феечки. Это теперь практически сильнейший боец своего уровня. Лучше чем феечки, только лазутчики злых подземных эльфов. Но тащат они не статами, а способностями. Полеты безответной атаки на месте. Но этого разработчикам было мало. Поэтому они атакуют подобно церберам. По трем клеткам. А ведь их еще и улучшить можно. Воспользуемся официальными русскими названиями. Желтенькие дриады получают книгу заклинаний со снятием чар и осиным роем. Рой заклинания слабое, но полезное в начале игры. Потому что позволяет дриадам наносить урон на расстоянии. Синенькие нимфы умеют воскрешать. Но только себя и энтов. Эта обилка называется симбиоз. Работает один раз за бой. Воскрешают не так уж и много. Но феечек в итоге-то встает довольно много. А энты настолько дубовые, что воскрешение даже парочки из них выглядит как-то не совсем честно. Обычно дриады полезнее в начале игры, а нимфы ближе к концу. А вот на седьмом уровне остались зеленые драконы. Без улучшения скучные да нельзя. Летают, рыгают. От наги никаких иммунов не имеют. Вот изумрудные драконы получше. На них не работает стихия земли, в которую входит самое убойное заклинание в игре. Альтернативно можно купить кристаллических драконов, у которых есть призменное дыхание. Пока эрудиты бьются в конвульсиях, попробуем понять, что же эта обилка делает. Стандартное дыхание дракона бьет по двум клеткам. Основную цель и одну клетку позади нее. Призматическое дыхание бьет одну основную цель и случайное количество целей в случайном направлении примерно позади врага. Короче говоря, вы можете зацепить несколько врагов сразу, можете не зацепить никого, а можете половину армии врага. Если вы удачливый, смелый и умелый, то пользуйтесь на здоровье. Собственно, эльфы и Ролана получились довольно понятными. Два хороших стрелка, которых есть чем прикрыть, благо имеется несколько неплохих защитных юнитов, и два летуна с большим разбросом в уровнях, чтобы было не слишком удобно добегать врага за один ход. У эльфов есть неплохое разнообразие хотя бы в магии за счет старших друидов. Они могут эффективно подстроиться к врагу еще до битвы за счет способностей Мстителя. Но, как и всегда, они не похожи на себя из предыдущих частей. Эльфы седьмой части похожи на эльфов из пятой. Впрочем, расовая способность у них новая. Это метка природы. Меток на цели может накопиться до трех штук, зависит от прокачки. И каждая в базовой версии увеличивает получаемый целью урон. И ставят метки воины под командованием героя эльфа каждой своей атакой. С прокачкой функционал метки расширяется. Помеченный враг получает замедление, отравление, баллиста эльфов стреляет по помеченному врагу дополнительный раз и сама вешает метку. В целом-то идея понятна. Побыстрее расставить побольше меток на врага и задавить за счет этого. Проблемы две. Во-первых, метки не ставятся от контратаки. Во-вторых, снимаются после каждого раунда. И это очевидные проблемы. В армии же видны попытки сделать синергии для такой механики. К примеру, обычные лучники снова стреляют один раз, а улучшенные дважды. Но это оправдано хотя бы за счет механики меток. Именно охотники могут быстро поставить на врага сразу две метки, чтобы потом друиды своей атакой нанесли финальный удар. Друидки умеют стрелять пробивающих всех врагов выстрелом, а улучшенные могут ставить колючую лозу, которая работает как замедляющее минное поле. Там ходить трудно и больно. Только вот метки их спецспособности почему-то не ставят. Танцоры с клинками стали немного сильнее, а с улучшением все еще бьют по площади. Но их атака сдает метку только в основную цель. Далее. Феи и триады. И это два разных юнита теперь. Ага. Нет, разумеется, в мифологии это тоже разные природные духи, но получается, что в седьмой части эльфы могут нанять нежных летающих девушек и нежных летающих девушек. Такое-то разнообразие. Нет, конечно, визуально они различаются сильно и фигурой, и цветовой гаммой, но можно было бы и больше креатива в армию вложить. Феи все так же не получают контратаки после улучшения, а вот способности дриад довольно странные. Все соседи дриад получают бонусную защиту, что полезно, но только вот описание способностей игрока запутывает. В нем написано, что бонусная защита включается только если дриады стоят рядом с энтами, хотя по факту это не так. А еще по описанию дриады всегда получают на себя дополнительное срабатывание палатки первой помощи лесного союза, и это у меня не сработало вообще ни разу. Проблема в том, что в армии эльфов может энтов и не быть. Они теперь сильнейшие бойцы города. Либо энты, либо драконы. И энты теперь стреляющие! Да и способности у них тоже очень странные. Прибивать к земле умеют только улучшенные энты, древние. И только в ближнем бою. При этом они стали еще медленнее, чем в любой предыдущей части. Но если вдруг вам не нравятся стрелки максимального уровня, вы всегда можете превратить энтов в препятствие. Буквально. Они могут окопаться и при этом пусят вокруг себя корни, которые будут прививать к земле врагов. А союзники рядом с энтами будут получать меньше урона от стреляющих бойцов. Идейка-то хорошая, только вот энтов можно, ну, просто обойти. Или облететь. Или убить, потому что бесконечных контратак они не получают. Дряды дубрав, кстати, эти дубы еще и лечат пассивно. Зеленые изумрудные драконы больше летать не умеют. Возамен получили регенерацию и забыли, как дышать кислотой. Но вспоминают после апгрейда. При этом, конечно же, метку дыхания ставит только на основную цель. К магии земли драконы иммунны. Но они и выглядят как элементаряне, как драконы. И вот вы, наверное, думаете. Так он же забыл про единорогов. Нет, про них забыли разработчики. Их нет у эльфов в седьмой части. Зачем бы они нужны вообще, подумаешь. Просто юнит, который всегда был у эльфов. Заменили их на очень креативных оленей. Лунных самок и солнечных самцов. Но вообще они не так уж и плохи. Бегают очень быстро. Это вообще самый быстрый юнит города. И вообще это довольно печально. А вокруг себя сдают ауру, которая повышает мораль и удачу. И общая картина получается печальная. Как и у Академии. У города явно была какая-то тактика. Только вот он ее не придерживался. Метки можно повесить только атакой. И только до конца хода. Но почти вся армия очень медленная. Потому что скорость инициатива эльфов очень низкая. Ну, наверное, эльфами нужно играть от обороны. Но у них теперь нету хороших защитных юнитов. А расовая билка так и вообще от контратак не работает. Да и обновлять ее нужно все время. У них даже уникальных построек-то по сути нету. Потому что у эльфов есть конюшни, которые есть и у людей. У них есть генератор ресурсов, который есть вообще у всех. А фонтана удачи в городе больше нет. Есть фонтан восстановления, который повышает боевой дух. И поиграв за эльфов семерки, я впал в уныние. Такое ощущение, что они то ли забагованы больше других, то ли вообще не доделаны до конца. Но это стандартные эмоции, которые я испытываю от седьмых героев. Вот такие были эльфы, героев меча и магии. Фракция-загадка для меня. Одна из самых нестабильных из серии в серию. Удача и скорость. Экономика и двойной выстрел. Защита от магии и призыв. Звери и эльфы. Да, каждый раз в городе я буду видеть волшебных коней. Да, седьмая часть. И длинноухих лучников. Но каждый раз в геймплейном плане я буду ждать от них чего-то нового. Но вы тоже ждите чего-то нового. Потому что мы наконец-то закончили говорить про основные города. Но у меня есть еще несколько сценариев для других городов и существ. И не только. А пока длится ожидание, вы можете мне оставить коммент, например, про единый геймплейный эльфийский столб, которого я не заметил. Или придирку к тому, что у вас этот город называется не так, как я его называл в видео. Еще вы на меня можете подписаться, посоветовать друзьям, посмотреть другие видосы на канале. Ну или что уж, совсем перебор. Похвалить меня за проделанную работу. Я же всего лишь нейросеть, которая генерирует эти ролики. Но, в общем, будьте сильнее яда, и мы скоро услышимся. Человек, который дозаписывает фразы после окончания обзора на связи, я хочу упомянуть еще три вещи. Во-первых, Тельдрасил. Город пятой части, это Тельдрасил. Да, я понимаю, что это то же самое, что и Даларан для магов. Они не очень-то похожи, но у меня есть такая ассоциация. Вторая вещь. Внимательно прочитайте описание единорогов в пятой части. Единороги считаются тотемным животным для всего Иролана, и говорят, что когда последний единорог умрет, та же участь постигнет эльфийское королевство и весь его народ. С учетом того, что в седьмой части единорогов нет, и игр после седьмой части тоже не будет, похоже, эта участь постигнет и весь мир White and Magic. И, наконец, я хочу сказать, несмотря на то, что я не очень-то люблю эту фракцию, их музыка просто невероятная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok